МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После публикации шокирующих видеопыток на сотрудников казахстанской колонии в Заречном заведены уголовные дела. Сейчас решается судьба еще нескольких сотрудников. Буквально до конца рабочего дня в отношении них будут тоже приняты меры. Впервые с 2013 года таджикистанские правозащитники смогли встретиться с заключенным экс-министром Зайдом Саидовым. Их отчет получился неинформативным. Встреч с прессой они избегают. Не секрет, что правозащитные организации и в целом все гражданское общество в Таджикистане находится под контролем спецслужб. И весьма ограничены в свободе своих действий. Дети в трущобах Бишкека предоставлены сами себе. Даже самые маленькие из них вынуждены помогать своим родителям выживать. Папа раньше работал грузчиком, а потом уехал в Москву. У нас нет его номера, и мы не можем ему позвонить. Он уехал, потому что у нас накопилось много долгов. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Пятеро сотрудников колонии в казахстанском поселке Заречный задержаны за пытки заключенных. Вчера сообщалось, что после того, как десятки видеороликов со свидетельствами пыток были опубликованы в Ютьюбе, некоторых сотрудников из правительного учреждения уволили, другие отделались дисциплинарным взысканием. Сегодня же министр внутренних дел страны заявил, что возбуждены два уголовных дела. Шалпана Разбекова продолжит. После того, как кадры пыток были опубликованы в интернете, в Комитете уголовно-исполнительной системы сообщили об увольнении 14 сотрудников. Непосредственных героев, точнее антигероев этих видео. Уже сегодня глава МВД озвучил другие подробности этого дела. Пятеро из тех 14 сотрудников колонии уже задержаны. Однако привлекать всех обвиняемых к ответственности, вероятнее всего, будут по разным статьям. В настоящее время изучено 40 видео и аудиозаписей, которые были сделаны внутри данного учреждения, по которым видно, что в двух там применялись пытки в отношении осужденных, и в остальных это злоупотребление, превышение власти, а также нарушение режима содержания со стороны работников данного учреждения. А вот о судьбе тех, кто на этих видеороликах подвергся избиениям и пыткам, представители МВД не говорят. О состоянии здоровья самих заключенных стало известно от правозащитника Константина Гудаускаса. Сейчас они находятся в безопасности. Главная задача – не подвергнуть их повторному давлению. Артюшенко в данный момент находится в учреждении ЛАС-55-8, медсанчасти. Он проглотил инородный предмет и сейчас находится под наблюдением врачей. Остальных ребят, которые были участниками этого видео, они находятся сейчас в следственном изоляторе Ароматы, находятся в безопасности. Это было сделано именно только с этой целью. По словам Гудаускаса, в самое ближайшее время могут быть задержаны еще несколько тюремных сотрудников. Сейчас решается судьба еще нескольких сотрудников. Буквально до конца рабочего дня в отношении них будут тоже приняты меры. Скорее всего, они будут также задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Потом суд будет решать дальнейшую судьбу, так как они тоже были участниками этого видео. Параллельно с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников пресловутой колонии ЛАС-155-8 будут организованы проверки во всех остальных тюрьмах Казахстана. Их задача – выявить и другие подобные инциденты. По тем фактам, которые имели место в Заречном, и чтобы такие факты не были в других учреждениях, совместно с Национальным привитивным механизмом, а также с Гражданским сообществом, у нас также будет совместно с Департаментом сообщественной безопасности будут проведены проверки и в других учреждениях, где имелись такие факты, а также заявления о пытках. Несколько дней назад в интернете были опубликованы 40 видеороликов. На кадрах видно, как несколько сотрудников колонии пытают заключенных. Они требуют отказаться от жалоб на психологическое и физическое давление. Еще одно видео. 26-летний Дмитрий Артюшенко грозится покончить жизнь самоубийством. Он уверяет, что до такого состояния его довели надзиратели. Все эти факты будут расследоваться в рамках нескольких уголовных дел. К слову, в прошлом году в другой колонии поселка Заречный был до смерти избит заключенный. Тогда начальника колонии просто отстранили от должности. Шулпана Рузбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Правозащитники из группы по мониторингу мест лишения и ограничения свободы, которая создана при коалиции против пыток Таджикистана, впервые после кровавого бунта в мае посетили Вахдадскую колонию. Правозащитникам также впервые с момента ареста в 2013 году удалось поговорить с экс-министром промышленности Таджикистана Зайдом Саидовым. Беседа с бывшим чиновником, по словам правозащитников, проходила без присутствия сотрудников колонии в комнатах для длительных свиданий. Также утверждается, что в помещении не было выявлено камер видеонаблюдения. В своем отчете мониторинговая группа пишет, что признаков насилия ссадин, синяков на теле Зайда Саидова они не увидели. Утверждается, что он ходит хорошо, сидит свободно, ведет себя уверенно. Столь пристальное внимание к состоянию здоровья экс-министра связано со слухами, которые появились после бунта в Вахдадской тюрьме. Ряд СМИ, ссылаясь на свои источники, писали, что во время беспорядков на Саидова было совершено нападение и он получил ранение. Власти все эти слухи опровергали, однако на многочисленный призыв правозащитников пустить их для проверки колонии власти не реагировали. И вот спустя два месяца мониторинговая группа при содействии офиса уполномоченного по правам человека смогла попасть в Вахдадскую колонию. Амбудс, на него было посвящение, он мне сказал, что если хотят эти правозащитники именно из Калицпродспиты, пусть, пожалуйста, с нами пойдут. Нас было трое, никого из этих работников не было, там не присутствовало, мы свободно с ним говорили. Во время посвящения у Сырья Нормана чувствовал. Мы про это говорили, он говорил, что какой-то осужден, его помог, и во время, как хотел, там где-то спрятаться, он немножко ударился, что ли, потом ему помогли, и все. И вот, словно, и был ранен. Правда, общественность удивила очень скудный по содержанию отчет мониторинговой группы о визите в Агдадскую колонию. Также много вопросов вызывает чрезмерная осторожность и нежелание членов группы контактировать со СМИ. По мнению зарубежных экспертов, которые следят за ситуацией в Таджикистане, это может быть обусловлено давлением властей на таджикских правозащитников. Я думаю, что допуск определенной группы правозащитников, то есть их состав, количество, определялся и одобрялся властями заранее и был проведен, как говорится, строго по протоколу. Поэтому и информация, которую сообщила эта группа после визита, весьма осторожная и скудная. Информация была дана в письменном заявлении, и отказ участников от дальнейшей коммуникации о деталях со СМИ и общественностью, которые, в общем-то, достаточно долго ждали этого доступа к политзаключенным. И для нас, конечно же, очень важно узнать более подробные детали о состоянии заключенных, о их состоянии здоровья, об условиях их пребывания. Но вот такая отстраненность является еще одним признаком того, что группа, посетившая Зайда Саидова, не является такой уж независимой. И, скорее всего, власти заранее с ними проговорили, о чем им можно говорить, а о чем нельзя. Я напомню, Зайд Саидов был арестован в мае 2013 года. Власти обвинили его в ряде уголовных преступлений и приговорили к 29 годам лишения свободы. Саидов попал в немилость властям после намерения создать в стране новую политическую партию «Новый Таджикистан». Год назад Комитет ООН по правам человека, после изучения дела Зайда Саидова, призвал правительство Таджикистана отменить переговор и освободить их с министром. Власти республики, в свою очередь, отказались выполнять рекомендацию ООН. Канцелярия президента Казахстана Токаева на собственном сайте не сообщила о его встрече с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым. Почему? Непонятно. В свою очередь, интернет-ресурс бывшего президента Казахстана сообщил об этих переговорах и даже приоткрыл завесу над темой разговора. По информации ресурса Ельбасы Кейзет, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня, а также планы работ на предстоящий период. Отдельное внимание было уделено общественно-политической ситуации в стране и развитию институтов гражданского общества. Конец цитат. Аналогичные тексты распространили официальные СМИ, государственная газета «Казахстанская правда» и агентство «Казанформ». В вечернем выпуске новостей на республиканском телеканале 24 Кейзет сообщение о встрече Назарбаева с Токаевым заняло 18 секунд эфира. Ведущий новостей повторил два предложения, публикованные на сайте елбасы.кейзет. В кадре в это время показали сидящих за столом друг напротив друга Токаева и Назарбаева. Прямую речь участников этой встречи в блоке новостей не привели. А вот официальный сайт президента Казахстана Аккорда.кейзет не сообщил о переговорах Касым-Жомарта Токаева с бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым. Нет информации об этом и в твиттере Токаева. Попытки наших коллег из казахской службы радио «Свобода Азатык» дозвониться в пресс-службу президента не увенчались успехом. Касым-Жомар Токаев, бывший спикер Сената парламента, вступил в должность президента 20 марта этого года после сложения полномочий Назарбаевым. В тот же день кресло спикера Сената второй пост в иерархии госдолжностей заняла старшая дочь Назарбаева Дорига. 79-летний Назарбаев, несмотря на отставку, сохраняет в руках значительные рычаги влияния на государственный аппарат. Он правил страной 30 лет. 38% граждан России не хотят переизбрания Владимира Путина в 2024 году. Об этом говорят данные опубликованного сегодня опроса социологов Левада-центра. Доля нежелающих переизбрания Владимира Путина выросла в этом году на 11 пунктов, побив рекорд шестилетней давности. В мае 2018 года против переизбрания были 27%. При этом 54% опрошенных хотят, чтобы Путин оставался в Кремле и дальше. Этот показатель за год вырос на 3%. По сравнению с 2018 годом среди участников опроса резко снизилась доля тех, кто затруднился с ответом с 22% до 8%. На вопрос социологов о причинах доверия Владимиру Путину 43% ответили, что люди не видят, на кого еще они могли бы положиться. Это наивысший показатель за все время проведения такого опроса с 2001 года. Пожизненный приговор остается в силе. В Кыргызстане пересмотрено дело правозащитника Азимджана Аскарова. Адвокаты рассчитывали на уменьшение срока заключения или освобождения Аскарова в связи с декриминализацией некоторых пунктов уголовного законодательства. Однако Чуйский областной суд не нашел оснований для этого. Прежний вердикт остался без изменений. Ранее на пересмотре дела настаивали представители ООН. Азимджана Аскарова задержали после июньских событий 2010 года на юге Кыргызстана по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Дарья Тимофеева подробнее. Здание областного суда Азимджана Аскарова сегодня не доставили. Несмотря на его обращение, присутствовать на процессе ему не разрешили. Не попала в зал и часть журналистов. Вести съемку заседания было также запрещено. Защита уверяет, что 68-летняя Азимджана Аскаров сильно болен. Настаивает, что этих обстоятельств достаточно, чтобы как минимум изменить тюремный срок. Основание этому вступившее в силу новое законодательство о декриминализации наказаний. Прокурор с доводами не согласился. Судебная коллегия после непродолжительного совещания прежний приговор оставила в силе. И сам состав суда был очень такой предвзятый, очень такой ангажированный. И самое страшное, что они все доводы, которые проводил адвокат, и мы защита, да, они даже не изучили. Суд же должен изучить все стороны. А как они могли изучить за полчаса, да, и вынести такое решение. И, конечно, это было политическое решение. Это кланово-коррупционное политическое решение. Суды над Аскаровым идут уже девятый год. До этого он занимался правозащитной деятельностью. Его задержали в 2010-м во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана. Мужчину обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании межнациональной розни и соучастии в убийстве. Все судебные инстанции приговорили Аскарова к пожизненному заключению. Сам он вину никогда не признавал. Крыму странам! Крыму с детьми! Я не виноват! Я был сам в ней в правозащитной деятельности! Три года назад комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело правозащитника. Своё решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток и содержанием Азимджана Аскарова в тяжёлых условиях. Годом ранее это дело привело к международному скандалу. Госдепартамент США уже осуждённого Аскарова наградил премией защитника прав человека. Результатом стал разрыв базового двустороннего соглашения о сотрудничестве между странами. Когда нет судебного процесса справедливого, и когда страдают именно этнические меньшинства, эта страна входит в чёрный список. Судьба Аскарова решалась в кабинете Временного правительства. Поэтому сказали, сегодня идёт реформа уголовного законодательства, идёт гуманизация. И тюремная реформа требует такого очень сильного человеческого отношения. Нынешний президент Царанбай Джейнбеков ни разу не высказывался о деле Азимджана Аскарова. Защита Аскарова намерена обжаловать сегодняшнее решение суда в вышестоящих инстанциях. Меж тем сам осуждённый ещё год назад заявлял, что полностью разочарован в правосудии Кыргызстана. Тогда он сказал, что потерял веру и отказался подавать надзорную жалобу в Верховный суд. Туркменской журналистке Султана Ачиловой запретили выезжать из страны. Она получила официальный ответ миграционной службы. В марте независимые журналистки не разрешили вылететь из Ашхабада в Тбилиси транзитом через Тамбул для участия в международном семинаре. Тогда представитель миграционной службы заявил, что Ачилова не может покинуть страну. После этого случая она письменно обратилась в ведомство с просьбой разъяснить причины, по которым были введены ограничения на её передвижение. 16 июля она получила ответ, в котором сообщалось, что ограничения на выезд остаются в силе. При этом конкретные причины не указаны. Отмечу Султана Ачилова, одна из немногих независимых журналистов, которая открыто работает в Туркменистане. Из-за своей профессиональной деятельности она не раз подвергалась нападениям, запугиваниям и угрозам со стороны неизвестных лиц. Смотрите далее в нашей программе. Дети в трущобах Бишкека предоставлены сами себе. Даже самые маленькие из них вынуждены помогать своим родителям выживать. Папа раньше работал грузчиком, а потом уехал в Москву. У нас нет его номера, и мы не можем ему позвонить. Он уехал, потому что у нас накопилось много долгов. Городоначальником Шимкента назначен Ерлан Айтаханов, который до этого работал Акимом Антерарского района Туркестанской области Казахстана. Соответствующий указ президента страны опубликован на сайте администрации главы государства. На посту мэра Шимкента Айтаханов сменил Габидулу Абдрахимова, который с 2015 года дважды назначался на должность Акима. Руководитель администрации президента Казахстана Крымбек Кушербаев, объявляя во вторник о решении снятия Абдрахимова с поста городоначальника, отметил, что на сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан. Все дело в том, что 44-летний Абдрахимов оказался под огнем критики из-за видео, снятого у лондонского отеля «Ритц» на улице Пикадели. В своем инстаграме Абдрахимов называет себя патриотом своей родины и обращается к молодежи Казахстана. Надо жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру. Мне кажется, тогда истинное счастье для нас, особенно патриотов своей родины, своей земли. Я желаю всем нашим детям, всем нашей молодежи, чтобы они успешно работали в Казахстане, добивались всего и ездили по всему миру. В принципе, еще в 93-м году, когда президент указ про Булашах подписал, это уже было начало заложено. Поэтому я благодарен своей стране, я благодарен Ельбасу, я благодарен всему старшему поколению, которые, в принципе, создали страну и передают нам. Видео вызвало шквал критики в казахстанском сегменте социальной сети. Пользователи писали о некорректном поведении госслужащего. В сети появились десятки видео, в которых граждане высмеивают позицию чиновника. Отель Рицы и улица Пикаделия в целом одни из самых дорогих в Лондоне. Летние каникулы во всех странах Центральной Азии, как и везде, в самом разгаре. Те родители, которые имеют достаточно возможности, отправляют детей в лагеря, находят им другие полезные занятия. Ну а как проводят время дети из самых социально уязвимых слоев населения? Джибик Бегалеева побывала сегодня в настоящих трущебах, прямо в центре Бишкика. Поговорила с детьми, которыми раньше времени пришлось повзрослеть. Я сам готовлю еду. Я учусь делать плов, мама меня учит. Вот уже год я постоянно готовлю еду. Когда мама покупает макароны, я делаю суп или просто жарю их. Меня зовут Турдубек, мне 10 лет. У меня два брата, среднему 9 лет. Его зовут Руслан. Младшего зовут Билал, ему 4. Маме 33 года, ее зовут Нурзат. Папу зовут Аман. Мама работает швеей и мало зарабатывает. Папа раньше работал грузчиком, а потом уехал в Москву. И у нас нет его номера, и мы не можем ему позвонить. Он уехал, потому что у нас накопилось много долгов. Мы задолжали в нескольких продуктовых магазинах. Мама зарабатывает в месяц от 3 до 6 тысяч сумм. Если работы много, то выходит 6 тысяч, если мало – меньше. Зимой было очень много заказов, а сейчас их почти нет. Когда мама приходит с работы, у нее болит голова, она хочет лежать. Но мы мешаем и не даем ей отдохнуть, шумим. У нее поднимается давление. Мама уходит на работу рано утром, когда мы спим. Когда мама приходит на обед, я готовлю, и я накрываю на стол, и мы вместе едим. Вечером я готовлю ужин. Примерно в 12 или час ночи приходит мама. Если у мамы бывает время, она все делает сама. Младший брат очень активный и все время убегает далеко. Я постоянно хожу за ним по пятам. У среднего есть свои друзья. За ним мне не нужно приглядывать. Пока мама на работе, мы закрываем дверь на ключ и играем на улице. Мне 13 лет. Я хочу стать милиционером, люблю математику, английский. У меня трое сестер и братьев. Маму зовут Улкан, папу – Мамасали. Папа работает носильщиком. У отца очень трудная работа. Он перевозит разный груз на тачки. Зарабатывает всего 50-100 сомов. Когда я вырасту, я куплю ему машину и двухэтажный дом. Когда он приходит с работы, я стираю ему носки, кофту. Мама продает носки, белье, всякую мелочь, семечки. У меня четверо детей. Мы не получаем никаких пособий. Я сама инвалид третьей группы. Дети сейчас у бабушки. Дома осталась только старшая. Пока мы переделывали сарай под дом, спали прямо на улице. В день, когда мы въехали в дом, выпал снег. Дети тогда маленькие были. Мы спали на улице, постелили одеяло прямо на тачке и спали вместе с детьми. К осени мне нужно купить босоножки, длинную юбку, еще сумку, тетради, ручки. Обуви, сумок, тетради нам нужно купить на четверых детей. Жуткая история. Шестилетняя таджийская девочка, похоже, подходит к завершению. Асья Зулфонов после семи пластических операций впервые встала на ноги и быстро идет на поправку. Я напомню, в июне на западной окраине Душамбы Асью по неизвестной причине подожгли трое подростков. Она получила ожоги 65% тела. У ее родителей надежда на то, что дочка выживет, почти не было. Накануне наши коллеги из радио ОЗОДИ посетили девочку в столичной больнице. Подробнее Тимур Тимаев. Шестилетняя Асья Зулфонова после 40 дней непрерывного интенсивного лечения впервые вышла во двор больницы. Первыми с ней встретились корреспонденты радио ОЗОДИ. В июне этого года трое подростков на западной окраине Душамбы подожгли ребенка. В результате Асья получила ожоги 65% тела. Родители Асьи рассказывают, что теперь у них снова появилась надежда на выздоровление дочери. Честно говоря, не надеялись больше. Но, как сами видите, доктора поставили ее на ноги. Она смогла удержаться. Слава богу, все хорошо. 19 июня Асью доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи зафиксировали тяжелейшие ожоги. На данный момент девочка перенесла уже 7 операций. И врачи оценивают ее состояние с оптимизмом. Ее состояние стабильное. Слава богу, наблюдается положительная тенденция. Асья уже сидит сама. И теперь мы планируем научить ее заново ходить. Мы тренируемся с ней. Дай бог, чтобы прежние угрозы здоровью миновали. Ранее свою озабоченность в связи с чудовищным инцидентом, произошедшим с Асьей, выразил президент Таджикистана Имамали Рахмон. Для лечения девочки власти пригласили из Германии известного хирурга. Теперь же врачи утверждают, что Асье необходима психологическая помощь. Мы очень рады, что наша Асья при помощи врачей идет на поправку. Наш фонд продолжит оказывать содействие ее лечению. С сегодняшнего дня для реабилитации Асьи мы также привлекаем психолога. В причинении Асье тяжких телесных повреждений власти обвинили трех несовершеннолетних подростков. Им от 9 до 13 лет. Следственные органы сейчас продолжают расследование этой поистине страшной истории. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи в эфире. Этот водоем кто-то называет озером, а кто-то лиманом. Мол, вода здесь не соленая, но и не пресная. Соленый лиман пытались опреснить, чтобы поливать поля, но ошиблись в расчетах. Все как один утверждают, что экологическая катастрофа либо уже произошла, либо произойдет. Почему воюют рыбаки и экологи? Почему многолетняя борьба за снесение дамбы так и не увенчалась успехом? Действительно ли на Сосыке произошла экологическая катастрофа? В эфире Донбасс Реалии. Программа о мире, войне и людях, живущих между миром и войной. Или сиди голодный, или сиди хотя бы чуть-чуть хатотеку. Життя короткое, чтобы бояться. Редактор субтитров А.Семкин